Истинные любители кошек уже почти 20 лет предпочитают проводить новогодние каникулы в Курске. На выставке кошек Кубок Черноземья. Но среди участников есть и те, кто впервые привез своего питомца. Станислава Акульшина-Ярская участвовала вместе со своей кошкой редкой породой Василисой. Кошка Небелун, попали. Приехала она из Канады, родственники привезли. Брали для себя, не для выставок, а потом выросла красавица, решили выставлять. Как и любое крупное мероприятие, выставка не может проходить без помощи волонтеров. Но без любви к животным в таком деле тоже никуда. Это очень интересное мероприятие. Здесь столько пород кошек, здесь кошачье шоу. Тут играют с детками, тут очень интересно. У нас ходят аниматоры, приглашают на выставку, с ними можно делать фотографии. Это очень интересно и забавно, особенно если приходят с детками. Для детей выставка – шанс познакомиться с многочисленными породами кошек, а также провести время в игровой зоне. Но среди юных посетителей выставки есть те, кто приехал со своими четвероногими любимцами. Мы приехали с одной кошкой, которая никогда не была на выставке, с кошкой Афиной. Еще мы приехали с маленькой кошечкой по имени Астра, которую мы продаем на выставке. В этом году Кубок Черноземья проводится при поддержке администрации Курской области. И состоит из двух частей. Первый проходил в начале января, второй стартует в конце мая. Но уже по зимнему этапу стало понятно, что конкуренция будет высокой. Ведь в финале оказались сразу две кошки, набравшие одинаковое количество баллов. Судьбу решил случай. Ну давай, делай кого-то счастливым! Одну бумажечку, одну. Открывай. Открывай, Лишечка. Открывай, мой золотой. Номер четыре! Номер четыре! Уезжает от нас! Держите это вас! В этот раз посчастливилась участнику из Белоруссии. Кубок отправился в город Гомель. На зимнем этапе было представлено более двухсот кошек и щенков различных пород. За два дня посмотреть и пообщаться с домашними любимцами пришли более полутора тысяч зрителей. Анастасия Шугаева, Наталья Шелонкова, Андрей Зарубин, Максим Леонов, Сергей Малеев. События дня.